Всем привет! Вы на канале Микха Дзен! На канале Холибама вышло новое видео, которое называется «Микха Дзен, зачем же ты это сделал?» И сегодня мы с вами посмотрим это видео и попытаемся понять, смог ли Холибам разгадать эту загадку и узнать, зачем же я, Микха Дзен, разрисовал его обложку. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте же начнем. Эй-о, хулиганы, всем привет! Здарова, здарова, Холибам. Недавно на мой YouTube-канал было совершенно но-но-но... Нападение. Нападение? Я бы это так не назвал. Я бы это назвал художественный акт улучшения обложки Холибама. Некий Миккадзен Так же известен как мой друг От этого становится еще печальнее Взял баллончик в руки И пошел на мою обложку На ютуб канале И закрасил ее И сегодня я попытаюсь разобраться Что собственно говоря происходит Почему так Ну давай хулибам, давай посмотрим Как ты в этом разобрался Я надеюсь у тебя все получится Что я сделал ему И почему он такой вот это сделать мне так А как вы думаете Почему я разрисовал обложку хулибама Напишите в комментариях прямо сейчас Идемте к Миккадзену на канале Значит у него вышло видео Которое называется Игра про обложку все серии И сейчас я буду смотреть эти все серии Чтобы понять что собственно происходит Ну кстати это очень умное решение От хулибама Посмотреть все серии про обложку На моей странице Чтобы узнать Что случилось с его обложкой Кто-то может сказать Что где здесь логика Но логика в этом есть Вы спросите А почему ты будешь это смотреть Как это связано А дело в том Что мои подписчики сказали Что я как-то задействован В этом сериале Вот сейчас и попробуем понять Что там задействован Я где Всем привет Всем привет Привет Миккадзен Привет хулибам Чем занимаешься? Раскрашиваешь друзей обложки на ютубе канале? Сегодня мы будем менять обложку канала На моем канале ты будешь менять обложку Сначала на своем А потом на твоем А может быть И на твоем Я решил сделать Самую лучшую в мире обложку Для канала Точно не для моего Потому что вот так она выглядела А теперь она выглядит вот так вот По-моему стало намного лучше Что я рисую игру про спагетти Моя обложка тоже будет игрой Да Это очень удобно Когда твоя обложка Не только обложка Но еще и игра Вот это здорово Это не просто здорово Это имба имбовая На минуточку Ксенаж мне будет Как ни странно Миккадзен Подождите А один я говорю Миккадзен Один я говорю Миккадзен Серьезно Сам Миккадзен Говорит что он Миккадзен А почему я говорю Один Миккадзен Это надо немножечко Проработать этот момент А как вы говорите Миккадзен Или Миккадзен Напишите в комментах Поскольку это будет игра То Миккадзен Должен двигаться Он будет бежать Прямо к своей цели Блин ребята Вот бы эта игра Была бы реально игрой А не только обложкой Как он будет держать камеру Потому что он постоянно Снимает контент Но вы понимаете О чем я Я понимаю о чем ты Я постоянно Снимаю контент Даже сейчас Я сижу и что делаю Правильно Снимаю контент Кольбам Это так прекрасно Когда есть понимающие люди И я тоже Прямо сейчас Сижу И снимаю контент Во второй руке У него будет планшет На котором он рисует Игру про спагетти Мне почему-то кажется Что так не очень удобно Будет бежать Когда у тебя в руках И планшет И значит и камера У тебя А что еще У тебя Как блин будет сейчас Может быть и неудобно Зато очень круто Очень круто Главный персонаж Для нашей игры готов Смотрите какой крутой А теперь я нарисую шкалу Которую нужно полностью заполнить Чтобы выиграть в этой игре От 100 тысяч До 1 миллиона подписчиков И чтобы поучаствовать В прохождении этой игры Ты конечно же Должен подписаться Так окей Я хочу участвовать Но блин Дело в том Что я уже подписан Означает ли это Что я Являюсь участником этой игры Так Олибам Как раз это и означает Что ты являешься Участником игры И каждый из вас Кто уже подписался На мой канал Является участником А кстати Возможно Вскоре выйдет Вторая часть Этой увлекательной игры Здесь будет босс В виде страшного дракона Скот... Валера? Откуда Олибам Знает дракона Валеру Сможет ли он Его победить Это... Вряд ли У Микодзена Нет такой татуировки Чи... Олибам Ты сомневаешься В моих силах Такого я от тебя Не ожидал Этого никто Не знает точно Ребята Как думаете Сможет ли Микодзена Долеть этого дракона Если честно Я сомневаюсь Во-первых Потому что У Микодзена Нет такой татуировки С черепом Да Я думаю Что ему Не нужна Татуировка С черепом На черепе На бицепсе Чтобы Одолеть дракона А это поистине Гениально Вот это было Вообще красиво Вот этот градиент Да Давайте посмотрим Его еще раз А это поистине Гениально Вот это было Вообще красиво И творение Великого художника И не только Великого Но еще и скромного Очень скромного Пока я еще не понял При чем тут я И моя обложка Но будем смотреть дальше А вы уже поняли При чем тут Хулибам И его обложка Однажды На нашу землю Пришел Злобный дракон И начал Все разрушать И уничтожать Ребята А что за аниме Началось Я только что смотрел Микодзена Видосы обычные А тут аниме Какое-то Мне уже нравится Кому так же нравится Этот видос Ставь лайк К этому видео Высшие силы Прислали на землю Гениального художника Легендарного И скромного Микхузена И получил Микхузен Мощнейшее оружие В виде камеры Чтобы снимать блоги И планшета Чтобы рисовать Гениальные картины И лучше бы ему дали М16 Серьезно Так было бы Немножко проще Эм Но как это мне поможет Вот я том же Ё-моё А вот М16 Может быть И помогло бы Ты просто еще не знаешь Что будет дальше Вы заметили Скрытые факты На пути его ждало Что? Здесь например Закопана кнопка Ютуба Множество препятствий И страшно А здесь Есть Малкопишка При сражении Зомби Это мой физрук? Блин Степан Петрович Ё-моё Что за школа Была у Холебама? Микхузену Было очень страшно Он еще никогда Не видел Очень страшно Было И еще никогда Не видел Такого страшного Монстра И оно по лицу Видно Реально Посмотрите Как ему страшно Если бы я увидел Сейчас вот этого Петровича Блин Я бы так же Орал Он достал Свой спагетти Бластер И Спагетти Бластер? Да Спагетти Бластер Я бы сломал Его напополам Ставьте лайк Этому видосу Если бы вы хотели Чтобы я сломал Спагетти Бластер И я хочу Чтобы Холебам Сломал Спагетти Бластер И монстра Как не бывало Спагетти Бластер Это имба Это была вторая серия Сериала Игра про обложку Ребят Ну что тут скажешь Вот это реально Было годное аниме Ну реально Ну это уровень Ё-моё Но я все еще Все еще Не понял В чем Замес Но скоро Ты все поймешь Все знают Я рисую игру Про обложку А вот это Что-то новенькое Ребята Блин Ведь все знают Что Миха Дзен Рисует игру Про спагерри Какую обложку Вот и я О том же Брат-близдец Миха Дзена Кстати Вы не задавались Вопросом Откуда здесь У Михи Дзена Появился Шлем С рогами И меч В прошлой серии Его не было Был только Спагер Бластер Последнее время Я часто рисовал Овощами Кто пробовал После моих видосов Рисовать овощами Пиши в комментах Поэтому мы нарисуем Миху Дзену Морковку Вместо меча Вы спросите Как она поможет Победить Злого дракона Морковочка Морковка Это действительно Хороший вопрос А как она Собственно говоря Поможет тебе Победить Вот этого Мистера Дракона Хулибам Слишком много вопросов Просто смотри Видео И ты все Узнаешь Я не знаю А Спасибо На самом деле Мне очень страшно Потому что Блин На самом деле Я бы хотел Точно такую же шляпу Если честно А кто бы не хотел Каждый бы хотел Шляпу На нас Кто бы хотел Такую шляпу Ставьте лайк Этому видосу Добавим на нашу карту Указатель Который будет показывать Куда нужно идти К одному миллиону подписчиков Действительно Тоже непонятно Куда Хулибам Если бы все Было бы так Просто и понятно То у каждого Был бы уже Миллион подписчиков Ой-ой Он все ближе и ближе К этому красавцу Я кстати Про дракона Посмотрите Насколько он красив Кстати Хулибам Первый заметил Насколько Красивый получился Дракон Я это ценю Почему вообще Его хотят бить Мне кажется Что он не достоин Этого Мне кажется Что этот дракон Достоин большего Возможно Даже любви Ребята Все Каждый из нас Достоин любви Я люблю тебя Только прищ этот Выдави Реально Чувак Аж страшно Как Как он увидел В данный момент Кажется Это злит дракона Не так быстро Мико Дзен Вау Ребят Неужели дракон Начал разговаривать В этом сериале О господи Мико Дзен Возьми у него интервью Мне интересно Откуда этот парень Блин Кто он такой Добрый день Мистер Дракон Кто вы такой Откуда вы есть Я хочу Уничтожить Все на этой планете Спасибо за интервью Мистер Дракон Приятно было пообщаться После того Как внезапная молния Ударила в землю Оттуда Начало что-то Вылазить Что же Это может быть О нет Это Лариса Моя бывшая Лариса Холибам Знает всех Персонажей В этой игре Причем Лично Откуда Я Вот это Я не понимаю Теперь обложка Выглядит правильно Также не забывай А вот моя обложка Выглядит не совсем правильно Окей Подписаться На мой телеграм канал Там много Интересного Это что Было такое Подписывайтесь на мой канал Там много Интересного Мика Дзен Здесь похож на Антонио Препиздучи Злобного Мика Дзен Достал из своих штанов Волшебный пенсию Это точно Должно помочь А это точно Детский мультик Это не детский Мультик Я знаю Что это не детский Мультик И других идей У меня просто Нету В любой непонятной Ситуации Доставай из штанов Волшебный пенсию Ребята Я кажется понял Почему этот сериал Такой популярный Потому что он реально Втягивает А еще тот факт Что вы Влияете на сюжет Этого сериала На продвижение Героя персонажа Это реально круто Ребят Это не только Самая лучшая В мире Обложка канала Но еще и Самый лучший В мире Сериал Поэтому возможно Будет вторая часть Если вы хотите Но нам нужно Собраться И приготовиться К очень серьезной Битве Но об этом Уже в следующей Семьи Михадзен оказывается Не только Крутой художник Но еще и Крутой боксер Сейчас я теперь боюсь Немножко что-то Говорить Михадзену Что он Испортил Мою Эту Обложку Потому что Этот парень Серьезный Блин О нет Какой ужас Дракон Схватил Михадзена И собирается Его съесть Ребята В этой серии Они так плотно Друг к другу Прижались Что такое ощущение Что в следующей Серии Они уже И поженятся Хадзен Вспомнил Что он Крутой И мощный Слушайте Это очень удобно Когда ты Вспоминаешь Что ты Крутой Ребята Запомните Вы Крутые Сделал Эффектное Сальто И запрыгнул На дракон Вообще Изи Каточка Достаточно Было Вспомнить Что я Крутой Макароню А вот Это был Реально Неожиданный Момент И мне Кажется Здесь Хулибам Уже Подбирается К самой Сути Почему Ж Я Разрисовал Его Обложку Что Да Это Тот Самый Антонио Про Которого Вы Все Подумали Антонио Из Игры Про Спагери Волос Антонио Такого Ты Точно Не Ожидал Такого Никто Не Ожидал Точно Так Ж Как Хулибам Не Ожидал Что Я Разрисую Его Обложку Но Вот Зачем Вот В чем Вопрос Антонио Препиздущий На стороне Динозавра Нужна Помощь Да Я Уверен Что Вы Все Давным Давно Уже Догадались О Ком Ж Идет Речь Хулибам А ну Руки Прочь От Микадзена Это Мой Это Я Я Теперь Начинаю Понимать Ребята Я В сериале Лучший Друг И Я Никому Не Позволю Особенно Тебе Антонио Препиздущие Трогать Моего Кореша И теперь Скажите Мне Вы Правда Думали Что Я Решил Испортить Обложку Хулибама После Того Как Он Меня Спас Да Спасибо Хулибам Не за что Мой Усатый Пирожок Расчекающий Удар Спегат Это Что Такое О Мак Микадзен Я Передумал Помоги Мне Это Серия С Самыми Неожиданными Поворотами Во Всем Этом Сериале С каждой Серией Неожиданных Поворотов Становится Все Больше Если Вы Заметили Но Мы Смотрим Дальше И пытаемся Понять Смог ли Хулибам Разгадать Загадку Почему Я Начал Разрисовывать Его Обложку Ребята Извиня Извиняюсь Конечно Но Тут Такой Момент Как Меня Похитил Антонио Перепиздущи И у него Есть Крылья Орла Да И на него Не действует Мой Удар Рассекающий Спегер К сожалению Да Слишком Много Вопросов И Ни Одного Ответа Подпишись На Канал Отдельное Спасибо Хулибаму За то Что Спел Подпишись На Канал Сериал Мне Очень Нравится Что То Вот Чтоб Вы Понимали Игры Престолов Игра Про Обложку Понимаете Я думаю Что Да Предстоит Сразиться Со страшным Драконом На Обложке Канала Но Спасет Ли Михадзен Хулибама Было бы Неплохо Если бы Он Меня Спас Потому Что Как Б Меня Там Антонио Препердучи Немножко Унес На Своих Крыльях Орла И Михадзен Он без раздумий Бросил Волшебный Пенсил Прямо В Антонио Спасибо Микадзе Кстати Никто Не задавался Вопросом Куда Упал Хулибам И Куда Он Делся После Того Когда Я Освободил От Антонио И Вот Здесь Важный Момент Да Хулибам Решил Спасти Меня От Антонио Но Антонио Оказался Хитрее И Никто Не Знал Что У Него Есть Крылья Орла После Этого Я Спас Хулибама Причем Не Просто Спас А Пожертвовал Для этого Своим Волшебным Пенсилом Это Было Самое Сильное Оружие Всего Что Было Вообще У Михадзена Вообще Чем Он Думал Перед Битвой С Драконом Выбросить Волшебный Пенсил Лучше Нарисовал Спагетти Бластер Сказали Б Вы Но Нет На Это Не Было Время Нужно Было Спас Хулибама И Вы Все Так Ж Продолжаете Думать Что После Всего Этого Я Решил Испортить Ему Обложку Легким Движением Дракон Бросил Михадзена Как Пустую Пачку От Спагетти Михадзен Не Сдается Можешь Даже Не Пробовать Кстати У меня Вопрос Почему Ты Меня Не Пускаешь К Миллиону Не Это Хороший Вопрос А вот Реально Да Это На самом Деле Вопрос Да Просто Вот Идет Человек К Миллиону А какой-то Дракон Зеленый Его Не Пускает Вообще Почему Вообще Какое Он Право На Это Иметь А Смотри Дальше Мы Все Узнаем Это Тебе Не Понравится Что Потому Что На самом Деле Это Я Мик Хазен Но Кто Ж Тогда Я А Вот Здесь Самый Неожиданный Поворот Вообще Во всем Этом Сериале И Здесь У многих Просто Заменились Местами Полушария Мозга От Неожиданности Типа Такой Что Мы Все Ждали Когда Миха Дзен Сразится С драконом Такой Херос Херос И одолеет И вон Но На самом Деле Оказалось Что Дракон Это И был Миха Дзен На Самом Деле Здесь Присутствует Очень Глубокая Метафора И Гласит Она О том Что На пути К нашим Целям Мы Сами Себе Делаем Самые Большие Препятствия Своей Ленью Своей Прокрастинацией Своими Страхами Мешаем Себе Добиваться Успеха И дойти До своей Цели И это Символизирует Дракон Который На самом Деле Был Я сам Получается Я сам Себе Мешал Дойти К своей Цели Задумайтесь Об этом Когда я это понял Когда я встретился Лицом к лицу Со своим Драконом Со своими Внутренними Сложностями Все стало Сразу же Понятно И оказалось Что Я и так Всегда уже Был на миллионе Всегда был Драконом What the fuck Подпишись На канал Ох 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 Взорвался Мозг Это я Пытаюсь Писать Словами Что Только Что Произошло Я в шоке Оказывается В конце Мы Узнаем Что Мика Дзен Дракон А дракон Это Мика Дзен А я Тогда Кто Антонио Припиздучи А что Если И правда Хулибан На самом Деле Всегда Был Антонио Припиздучи И ломал Спагетти На камеру Чтобы Что Я не Понимаю Ну шо Ребята Я Обещал Вам Что Я Сегодня Попытаюсь Разобраться Что Мика Дзен Делает На моей Ютуб Обложке Почему Он Ее Закрасил И мне Кажется Я Начинаю Понимать Все Дело В том Что Я Участвовал Во всей Этой Баталии Да Хулибан Правильный Ход Мысли Да Ну вот В этой Жесткой Зарубе Против Антонио Припиздучи И Помог Мне Мы Стояли Об Об Против Этих Врагов Злейших Врагов У меня Слишком Много Теорий В голове Но Что Происходит В итоге Мы Жестко Рубимся С Вот Этим Красавцем Да Он Забирает Меня На Крыльях Орла После Чего Мико Дзен Меня Освобождает И Я Убегаю Но Важный Момент Антонио Припиздучи Побежал В мою Сторону Хулибан Убежал После Чего Антонио Припиздучи Сказал Что Идет Заклеивать Спагетти Иду Заклеивать Спагетти А Где Больше Всего Сломанных Спагетти Правильно На За Ним Вполне Вероятно Мне Почему То Так Кажется Что Совсем Скоро На Канале У Мико Дзена Выйдет Видео Где Он Объяснит Почему Он Закрасил Мою Обложку Но Что То Мне Сдается Что Вы Уже Догадались Что После Того Как Хулибан Решил Помочь Мне Сразиться С Драконом И Спасти От Антонио Припиздучи Мико Зен Решил Сделать Сюрприз Для Хулибана И Отблагодарить Его Но Для Этого Пришлось Немножко Закрасить Его Обложку Но Это Еще Не Конец Если Исходя Из Этого Видео Ты Понял Почему Я Разрисовал Обложку Хулибана Напиши В комментариях Свои Догадки Ну А Скоро Я Выпущу Видео В котором Ты Точно Все Узнаешь В Лиз Свои Свои AP Свои Режutter Свои Hos belong Sunshine